МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Изобильном отремонтируют две полувековые улицы, Чапаево и Колхозную. На реконструкцию участков дорог выделили почти 30 миллионов рублей. Центральные магистрали построили в 70-е годы. Ремонт проведут благодаря краевой госпрограмме развития транспортной системы. Подрядчику предстоит привести в порядок почти 4 километра дорожного полотна. В Железноводске началась реконструкция инфекционного отделения горбольницы. Двухэтажный корпус построили еще в 70-х годах. С тех пор капитальный ремонт не проводился. На обновление зданий из краевого бюджета направили 35 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют бокс для особо опасных инфекций, палаты, приемное отделение и холерный бокс. В Буденовском районе начнет работу современная мусоросортировочная линия, первая на востоке края. Ее запустят в рамках нацпроекта «Экология». Мощность комплекса составит более 150 тысяч тонн в год. Отметим, что в его зону обслуживания входят Торзгирский, Буденовский, Левокумский районы и Нефтекумский городской округ. Ежегодно в восточной зоне края производится 91 тысяча тонн мусора. Запуск сортировочной линии позволит извлекать из собранных отходов полезные фракции и направлять их на переработку. 14 февраля – день всех влюбленных в литературу. В Лермонтовской библиотеке стартовала акция «Дарите книги с любовью». Посетители могут поделиться запасами из своих книжных коллекций, а заодно обменяться интересными фолиантами. Можно сделать и адресный подарок – указать, в какую библиотеку края направить свой презент. Редактор субтитров А.Семкин